Дыхательная гимнастика, общая физическая подготовка – то, что нужно для поддержания здорового образа жизни. В парке Раздолье провели День здоровья для клуба «Активное долголетие». Спортивный праздник приурочили ко Дню медика. Мы проводили День добрых дел в рамках акции «Спасибо врачам». Проводили для долголетия. Кроме активных занятий спортом, все участники клуба следят за своим здоровьем. Недавно прошли вакцинацию от коронавируса и получили сертификаты. Вот сегодня буквально шла вакцинация. Мы сюда приехали, а часть горожан пришли оздоравливаться. Я считаю, что это внимание к нашему возрасту, к нашему менталитету. Мы же такие непростые все. Но сегодня какие девочки с нами занимались, как солнечно они к нам относились. В преддверии Дня медика члены клуба выразили благодарность врачам и всем медицинским работникам, которые спасли не одну жизнь. Они настоящие герои, говорят участники. В преддверии праздника медицинского работника хочу поблагодарить нашего фельдшера, медицинского пункта, Чербакову Надежду Борисовну. Человек души невозможный, всегда отзывчивый, всегда придет на помощь в праздники, выходные, не позвонить, значит, написать, всегда ответит. Много лет проработала в Одинцовском роддоме. Хочу в день медицинского работника поздравить их всех сотрудников, бывших и настоящих, передать огромный привет. В этот день каждый отметил своего лечащего врача. Валентина в свои 88 лет активный участник клуба и признается, что благодаря своему доктору продолжает радоваться жизни. Выражаю в день медицинского работника большую благодарность доктору инфекционной 45-й Звенигородской больницы 2-го отделения Генриху, который меня спас от коронавируса, подлечил. И я вот бодрая и жизнерадостная, невзирая на то, что у меня уже возраст 88 лет будет через неделю. Спасибо врачам подмосковья! Екатерина Крамар, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.